Воду из саратовских родников пить можно, но только после кипячения. И дело совсем не в наличии опасных веществ, а скорее в их отсутствии. После заявления областного Роспотребнадзора о том, что вода из родников опасна, городские экологи решили взять пробы из саратовских источников и дать подробный анализ. На территории города расположен 21 родник. Проверяющие посетили пять из них. Богатырский, серебряный, поющий, а также два источника на Андреевских прудах. Во всех родниках были взяты пробы, которые будут проверены на мутность, цветность и нитраты. Результаты будут готовы через неделю. По словам экологов, родники в городе периодически чистят, а те, в которых вода непригодна для питья, вообще закрывают. Так, в прошлом году был закрыт источник на шелковичные. В течение месяца специалисты его чистили. После очередной проверки Роспотребнадзор вновь разрешил открыть родник для горожан. Все зависит от нас в первую очередь, родники в том числе. Многие считают, что за ними кто-то должен убирать, кто-то должен приходить что-то вытаскивать, кто-то чего-то. А получается так, что родниковая вода, она зависит на 100% от жителя, от индивидуума, от каждого гражданина, а не от чиновника, не от Петрова, Иванова, Сидорова, от каждого человека в отдельности и вместе. Почему? Если мы начинаем мусорить около родника, соответственно, вода, которая дождевая, проходит через вот эти остатки, попадает опять же в этот родник.